всем привет с вами мамина азбука задали мне такой вопрос ребенку 5 лет избегает конкретно две подвижных игры казаки разбойники и где надо бросать мяч там типа горячей картошки вот просто избегает все уходит грит нет не пойдут все что конкретно в этом случае да у ребенка я не знаю без диагностики но расскажу когда такое вообще бывает все думают прежде всего что ребенку эта игра просто не нравится как правило не нравится не игра его ситуация успеха в этой игре да то есть ребенок осознанно может избегать какую-то конкретную игру тогда когда у него была ситуация провала и он на ней зафиксировался либо тогда когда ребенок осознает что он плох во всех подвижных играх но не осознает почему он будет избегать подобных игр или например он плохо ловит мяч он будет избегать игр где надо ловить мяч во всех остальных подвижных играх где надо бежать если он хорошо бегает у него с этим вопросов вот как-то так да то есть это как правило происходит у весьма норма типичные детей со стороны кажущихся такие таковыми да при нейродиагностике находятся у них какая-нибудь бизосплексия в остаточном проявлении или слабость межполушарного компонента и что-нибудь по моторной сфере там да еще чуть-чуть ну да ладно это собственно говоря я думаю тема понятна а вот в каких случаях да еще ребенок может избегать вообще какой-то конкретной игры ну или вообще там чаще всего избегает либо предметной игры либо какой-то вот конкретные там за столом за столом если это что-то то как правило избегание связано вот либо ситуации не успеха либо с тем что эта игра стимулирует что-то из того что ребенка не надо стимулировать и он от этого автоматом уходит опять же нужно посмотреть на сенсорный профиль по моему тоже как бы схема логичная вопрос еще вот в чем то есть он может избегать эту игру потому что он диспроксик с точки зрения что у него не сформирована моторная программа как эту игру играть ему не интересно он не удерживает свое внимание на ней и избегая такая же схема вообще с большими детьми да если ты диспроксик ты не знаешь кого эту игру играть чтобы не выглядеть плохо ты будешь и избегать вот здесь тот же самый принцип вот поэтому конечно же нужно просто посмотреть детально почему провести диагностику смотреть нет ли там трудности построения моторных программ нет ли там трудности с моторикой и будете понятно вот и над этим нужно работать слава богу что что вот это вот точно дело наживное это все просто на это нужно натаскивать